МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Новые регулируемые автобусные маршруты вскоре появятся в Ленинском районе. У нас была такая ситуация, что нас школьников высаживали просто за маршрутки, потому что нечем было заплатить. Представители самых творческих профессий, работники культуры отметили в Видновском ДК свой профессиональный праздник. Культура – это свет, праздник созидания, таланта и совершенства. Воспитанники оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев поедут в составе сборной России на чемпионат мира в Южную Корею. Воспитанники оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев На портале «Добродел» с 8 апреля проходит голосование по переводу ряда маршрутов из коммерческих в социальные с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан. На голосование выставлено 76 маршрутов в 26 муниципальных образованиях. Маршруты, которые получат максимальную поддержку жителей, планируются к переводу в льготные в первую очередь. На пятачке в центре деревни Суханово несколько маршруток. Час пик прошел, и водители могут расслабиться. Именно здесь будет начинаться один из маршрутов до метро «Бульвар Дмитрия Донского», за который можно проголосовать на «Доброделе». Сейчас в этих маршрутках действует так называемый нерегулируемый тариф. То есть цены на проезд устанавливает перевозчик. На планируемых маршрутах тарифы будут устанавливаться областным правительством. Кроме того, здесь будут действовать льготы для отдельных категорий граждан. В Ленинском районе на портале «Добродел» проголосовать можно за один из четырех маршрутов. Еще один в микрорайоне «Восточная Бутова» у деревни Боброво. Здесь коммерческим транспортом весьма недовольны. У нас даже была такая ситуация, что нас школьников высаживали просто из маршрутки, потому что они нечем было заплатить. Они забыли деньги, забыли телефон дома. Просто их наши доблестные водители просто высаживали и все. Мне кажется, если будет регулируемый тариф, такого не может быть, потому что все-таки у нас будет администрация за этим следить. Здесь также планируется пустить социальный маршрут до станции метро «Бульвар» Дмитрия Донского. Сейчас за него проголосовало почти 1300 жителей. И их желания вполне понятны. Изначально у нас был оператор «Сатурн», перевозчик. В дальнейшем по результатам конкурса выиграла другая компания. Буквально пришла, сразу же, буквально через месяц подняла проезд, во-первых, сразу на 10 рублей. Подняла с 35 до 45. И на данный момент уже проезд стоит 65 рублей. Жительница микрорайона Восточная Бутова Юлия Хрусталева, говоря о поездках на общественном транспорте, выводит из стоимости проезда на коммерческих маршрутках грустную арифметику. Старший ездит в школу, и младшую вожу в сад. Вот сейчас вернулась обратно. 130 и 130, 260, это даже если не брать в расчет старших. Еще два маршрута, за которые жители могут отдать свои голоса на портале Добродел, это маршрут от поселка Фабрика имени Первого Мая до Восточного Бутова и от Дрожжино до Москвы, метро «Пульвар» Дмитрия Донского. Голосование продлится до 21 апреля, поэтому поспешите. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Школа является тем местом, где дети и подростки проводят большую часть своего времени. Создать необходимые условия для комфортного обучения и отдыха – задача сотрудников любого образовательного учреждения. В Видновской гимназии прошло родительское собрание, на которое были приглашены самые активные из родителей – постоянные участники общественной жизни школы. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Пнига. В Видновской гимназии состоялось родительское собрание. Специально к этому дню учащиеся подготовили концертный номер, с которого началось мероприятие. В Видновской гимназии скоро отметит свое 30-летие. За эти годы она неоднократно подтверждала статус одного из лидеров образовательных учреждений Подмосковья. Несколько лет была победителем областной программы «Умная школа», а также вошла в рейтинг 500 лучших школ России. В 2019 году мы поучаствовали в всероссийском публичном смотре среди образовательных организаций, в которых участвовало почти 22 тысячи участников, и мы стали победителями этого конкурса. Для нас это очень приятно. В специальной презентации были отмечены личные успехи учащихся и их преподавателей. Также директор гимназии рассказала о клубах дополнительного образования, работающих в школе. Уже несколько лет здесь развивается проект «Родной край как территория образования», в рамках которого ученики узнают об истории Ленинского района. Родительское собрание было приурочено к приближающейся дате 90-летию Ленинского района и Московской области. Присутствующий на встрече первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков рассказал, что к будущему юбилею ожидается расширение помещения школы. Мы уже имеем проект. Мы имеем финансирование госпрограммы пристройку к Видновской гимназии. Я могу сказать, с одной стороны, это кажется пристройкой на 250 мест, но когда смотришь этот проект и смотришь масштаб, она фактически по площади существующей Видновской гимназии. Также Дмитрий Волков отметил важность участия родителей в общественной жизни гимназии. Самых активных из них ждала памятная награда – медаль к 90-летию района. По завершении общешкольного собрания все родители разошлись по классам, чтобы там продолжить диалог с классными руководителями. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Они работают, когда мы отдыхаем, превращая обычные серые будни в праздник. Но в этот день они вышли на сцену на бис по особому поводу. Представители самых творческих профессий, работники культуры, отметили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие состоялось в районном Доме культуры. Среди почетных гостей была и наша съемочная группа. В районном Доме культуры в этот день собрались те, чья профессия – дарить людям праздник. Они заставляют нас плакать и смеяться, сопереживать и познавать новое, улыбаться в самый ненастный и хмурый день. Работая в будни и выходные, в любое время суток и при любой погоде они делают нашу жизнь ярче и многогранней. Это очень интересная работа души, но сложная. То есть затраты очень… ты полностью отдаешься, без этого никак. Но когда это взаимно, это здорово. Когда получаешь ответку, но тяжело, конечно, да. Нелегкий этот труд. В холле Дома культуры для гостей были организованы многочисленные фото-зоны и фуршет. Виновников торжества встречали шесть муз искусства. У каждого человека есть муза, но для работников культуры она особенно важна. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Самое главное действие гостей праздника, конечно же, ожидало в зале. Культура – это свет, праздник созидания, таланта и совершенствования. На мероприятии присутствовало около 200 сотрудников из 32 учреждений культуры Ленинского района. И в этот день большинство из них были в необычной для себя роли – зрителей. Музыкальные номера и театрализованные представления чередовались с поздравлениями и награждением особо отличившихся почетными грамотами и памятными презентами. Можно перечислять все эти мероприятия, а их в голове даже не укладывается. Мы за один только год календарный на территории муниципалитета проводим более двух тысяч. И этот праздник все делаете вы. Спасибо вам большое за ваш труд. Пожалуй, самым ожидаемым подарком стало вручение сертификатов на новые квартиры. Среди счастливчиков оказался и наш коллега, директор кинотеатра «Искра» Павел Попов. Он посвятил кинотеатру 17 лет своей жизни. Начинал киномехаником, еще будучи подростком, и постепенно дослужился до руководящей должности. Получить такую награду за свою работу, говорит Павел, особая честь. Слов нет ничего. Большое всем спасибо и неописуемое счастье. Просто переполняет. Но даже в этот праздничный день многие из виновников торжества были на посту. Ведь, несмотря ни на что, шоу должно продолжаться. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видно этого. Закончился чемпионат России по плаванию. В главных национальных стартах приняли участие воспитанники оздоровительного центра «Дельфин». Евгений Рылов в последний день соревнований проплыл финальную дистанцию в 50 метров, где занял третье место. А молодой пловец Иван Гирев пришел к финишу четвертым на дистанции 200 метров вольным стилем. Напомним также, что Евгений Рылов занял первые места на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Для российских спортсменов национальный чемпионат является отбором на чемпионат мира. 30 пловцов прошли квалификацию и отрадно, что Ленинский район в Южной Корее будут представлять не только Евгений Рылов, но и Иван Гирев. В рамках турнира за пятое место премьер-лиги «Спарта-НК» на домашнем паркете во дворце «Спорта-Видное» принимала столичная «Динамо». Видновский коллектив пока идет без поражений, а гости занимают последнюю строчку в таблице. Несмотря на предматчевые расклады, игра получилась боевой. Подробнее о перипетии их встречи расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. В турнире за пятое место «Спарта-НК» пока не знает поражений. В четырех предыдущих матчах видновский коллектив одержал уверенные победы. На домашний паркет команды Сергея Данилина пожаловала московская «Динамо», которая располагается в турнирной таблице на последнем месте. После первого периода, казалось, игра сделана. «Спарта-НК» совершила мощный рывок, набросав в кольцо гостей 35 очков при 15 у соперника. Однако вторая десятиминутка завершилась в пользу столичного «Динамо». А значит, оставшаяся половина матча могла сложиться по любому сценарию. Я считаю, что надо немного прибавить в защите, потому что мы могли бы сделать задел еще больше. Самое важное – это ни в коем случае не расслабляться, не сбавлять оборотов, потому что «Динамо-Москва» – очень хороший сбалансированный коллектив. Болельщики «Спарта-НК» были, если не в восторге, то точно остались довольны атакующим стилем игры подопечных Сергея Данилина. Опытный фанат красно-белых Александр Горбунов посещает матчи видновской команды уже 12 лет. Несмотря на то, что «Спарта-НК» давно сдала лидирующие позиции в европейском баскетболе, болельщик по-прежнему поддерживает любимую команду. Я стараюсь каждый раз со своим товарищем, постоянно мы приходим, постоянно, и на молодежку, и если не получается когда-то, то в интернете смотрим. Семья Щербаковых переехала в «Видное» год назад, но они уже успели полюбить «Спарту-НК». Глава семейства Андрей – ярый поклонник баскетбола, когда-то играл сам, а теперь хочет привить интерес к игре своему сыну. По его словам, в этом матче игроки видновского коллектива качественно взаимодействуют друг с другом. Команда играет, команда бежит, команда попадает. «Динамо» не попадает, хоть и бежит. Я думаю, да, сегодня будет достаточно легкая победа, но все равно яркая и интересная. Сегодня много народу очень собралось, то есть прям чувствуется праздник. В третьем периоде игра пошла у «Динамо». Разрыв перед заключительным отрезком матча составлял всего 8 очков в пользу хозяек площадки. Однако баскетболистские «Спарты-НК» смогли сдержать соперника, норовившего отыграться. Итог матча 91-76 в пользу красно-белых. И это пятая победа к ряду в турнире за пятое место. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 16 апреля, утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков температура плюс 9 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.